Презумпция доверия полиции. Такой уникальный юридический концепт потребовала вывести МВД России. Замминистр внутренних дел Игорь Зубов пояснил, что это обязывает считать действия полицейских априори правомерными. Юридическое новшество предложено на фоне очередного скандального случая, когда московские полицейские явно превысили полномочия. У метро Арбатская задержан 10-летний мальчик, который читал вслух пьесу Шекспира «Гамлет». Ребенка заподозрили в попрошайничестве. Силой посадили в машину и увезли в отделение. За неделю история обросла противоречивыми подробностями. И кто в итоге виноват в этой чудовищной эпопее, разбирается следствие. Но уже понятно, что главная жертва здесь – ребенок. Эльза Газиддинова собрала материалы дела. Я всегда хотел ежика, потому что он был в мультиках, в кино очень красивый. А тут нашли декоративного бесплатного ежика. Это редко на кинорежке. У них по пять, по две тысячи продают обычно. Это тот самый Оскар, мальчик 10 лет, который читал неделю назад монолог Гамлета на Арбате. Он безумно любит животных. Дома – настоящий зоопарк. Ежик, чилийские белки, попугаи и даже улитка. Оскар сам ухаживает за ними. Среди других его увлечений – конструктор лего, рисования, игра на гитаре и танцы. А вот поэзией увлекся совсем недавно. Мороз, солнце, день чудесный, счет, дремль, строг прелестный. Пора, красавица, проснись. От кроссомкнутой некой сбора. Звездой севера явись. Навстречу северная аврора. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась. Мгла по мутному небу мазь. Ну все. Ребенка отпустите, я сказала. Вот эти кадры задержания Оскара, которые шокировали многих пользователей социальных сетей. Он кричит, сотрудники полиции хватают ребенка за куртку и силой сажают его в машину. Запись сделала женщина, которая почему-то представилась то ли соседкой, то ли знакомой. Я знакомая ребенка. Отойдите. Откажите, что делать. Отойдите. Нет, я сказала, я проведу с вами. Отношения в семье Оскара скорее напоминают сериал Санта-Барбара. Кто кому кем приходится, разобраться сложно. Оскар живет на две семьи. Три-четыре дня в неделю с мамой Анжеликой, остальное время с папой Элиасом. Три года назад отец подростка женился на Кристине. По словам Элиаса, отношения его сына с мачехой сложились. А вот с родной матерью Оскара у новой супруги возник конфликт. Это женская месть, потому что на протяжении трех лет на меня идет психологическое давление. Даже не знаю почему, потому что она так же спокойно воспитывает своего ребенка. Мы живем, специально переехали ради этого в соседнем доме. Разделили дни, чтобы там одинаково все были. Но в то же время она меня люто ненавидит. Постоянно говорит пакости, делает пакости. Видимо, тут такой повод появился, чтобы уже там сидеть по полной. После инцидента на Арбате родная мать обвинила Кристину во влечении своего сына в попрошайничество и подала заявление в полицию. В ходе разбирательства установлено, что ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством. Но учитывая, что ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения. В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении. У отца Оскара своя версия. Чтение стихов на Арбате была личной инициативой ребенка. Так он пытался побороть страх публичного выступления. Нельзя ходить на улицу читать стихи? Хорошо, хорошо, окей. Скажите, как можно. Я буду делать так. Что плохого в том, что ребенок тянется к творчеству? Кто это может осудить? Правомерность поведения полицейских – вот что интересовало тех, кто увидел эти кадры задержания мальчика. Имели ли они право так жестко обращаться с несовершеннолетним? Ну, они могли себя повести по-человечески. Я не говорю, что они должны были проходить мимо. Да, действительно, стоит ребенок один и наблюдается в его окружении взрослых. Но как только были заданы ему вопросы, как только подлетела Кристина, и он указал на нее, то можно было уже спокойно поговорить. Несмотря на то, что у них есть инструкция, они не роботы. Каждый подход требует индивидуального отношения. Адвокат по защите прав несовершеннолетних указывает на другой нюанс. Он считает, что полиция действовала в рамках закона. Обычно такая ситуация возникает, когда человек, хоть и несовершеннолетний, но прекрасно понимает, что за этим стоит. Его предупреждают, что если приходит милиция, то должен начинать бежать, орать. Появляется незнакомая женщина, которая пытается его освободить. Я считаю, что здесь не очень хорошая ситуация. И что есть, наверное, основания для доследственной проверки, а может быть и возбуждения уголовного дела. Через неделю после событий с Оскаром на Арбате по-прежнему многолюдно. Мы видим ребят. Кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то читает стихи, ну а кто-то поет. Рядом с уличными артистами, назовем их так, раскрытые чехлы от инструментов, друзья, которые собирают у прохожих деньги в головные уборы. Пока мы снимали, полиция не появлялась. Но очевидно одно, что те, кто стоят, не боятся вопросов, они к ним готовы. Возможно, потому что давно знакомы со стражами порядка. И вот с одним из этих уличных артистов мы познакомились. Олег Печерников пишет стихи с шести лет и читает их на Арбате и Тверской. Работали на пару с сестрой, которая играла на скрипке. По их словам, удалось заработать аж на трехкомнатную квартиру в Москве. Я неправду чувствую на вкус. От нее душа моя кричит. Сверху смотрит на меня Иисус. Смотрит, ухмыляется, молчит. Сейчас Олегу 16. Рядом всегда мама Лена, которая говорит, что в бизнесе с детьми уже 17 лет. Вначале ее инструктировали, как нужно вести себя на улице. Какой подход должен быть к полиции, что лучше им говорить. И теперь, как опытный бизнесмен, Елена называет основную ошибку Кристины. Как бы приходишь в какое-то новое место, надо сначала поздороваться и познакомиться с хозяевами этого места. И просто надо быть общительной и наблюдательной. Кристина, судя по всему, она не поняла порядков уличных выступлений. Это грубейшая ошибка. Во-первых, приехала нарядная полиция, надо было подбежать. Тут же три погибли, согнуться, сказать, ой, здравствуйте, извините, я мама, да, вот мы извините, мы так вот, что вы хотели. Мы сейчас уйдем, мы нечаянно, первый раз мы больше не будем. О тайнах взаимоотношений уличных артистов и стражи порядка нам рассказал председатель Московского профсоюза полиции. Вполне возможно, что здесь именно такой фактор, что они отказались платить определенным сотрудникам полиции. И те, в наказание, руководство дало команду их забрать. У нас вся страна, к сожалению, так живет. Если ты платишь, то тебя не трогают. Если ты не платишь, то тебя трогают до тех пор, пока бизнес не заберут. Эти жестокие правила уличного бизнеса Оскару еще предстоит узнать. Ведь от своего желания читать монолог Гамлета на Арбате, несмотря ни на что, он не отказался. Если МВД успокоится, то да. Я просто люблю читать стихи, люблю радовать людей и надеюсь, что смогу пойти. В этой неоднозначной истории правоохранительные органы все еще разбираются и призывают всех не делать поспешных выводов. Эльза Газидинова, Леонид Бабков, Павел Ракитин и Анна Львова. РТВА.